Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас шаурма в хлебе. Взяла прям много и напиток у нас липтон. Почему я решила сегодня снимать шаурму? Могу объяснить. Вчера у меня парень, точнее его сестра, живет очень близко ко мне. И он приехал туда и говорит мне, Алька говорит, может ты что-то хочешь? А я всегда, когда у меня спрашивает, я говорю, что нет, ничего не надо и так далее. И недавно мне подружка сделала замечание. Она говорит, когда мужчина сам изъявляет желание что-то для тебя сделать, надо этим пользоваться. И в общем, он говорит, может тебе что-то купить? Я говорю, купи мне шаурму. И он, короче, привез вот эту вот шаурму. Здесь я немного неправильно выразилась. Вчера он мне привез шаурму, такую же, которую я снимаю для вас сейчас. Мукбанг. Я ее попробовала, она мне очень понравилась. Поэтому сегодня я уже сама купила и решила снять для вас видео. И для Твиксика купил корм. Я так посмотрела на шаурму и думаю, надо снять мукбанг. Чесночный соус здесь. Очень сочное. У меня подруга всегда говорит, что не то, что надо пользоваться мужчинами, но просто надо показывать им, что ты беззащитная такая, что ты нуждаешься в его помощи. Сегодня с утра встала, пошла в банк. Мне было интересно, можно ли вытащить деньги из банка в долларах. Оказывается, у нас никаких проблем нет. Это, конечно, очень хорошо. Рядом с домом еще один магазин, прикиньте, открыли. Это сколько? У тебя бонус-карта от этого магазина. От того, от третьего, от десятого. Прям путаешься во всех этих карточках. Вкусно, дичь, а! Давайте немножко поотвечаю на вопросы. Привет, Айну. Расскажи, пожалуйста, о минусах жизни в Азербайджане. Какие видишь лично ты? Так сразу и не вспомнишь, если честно. Во-первых, у нас здесь ветер. Такой неприятный ветер. Но это не во всем Азербайджане, это только в Баку. То есть, особенно осенью, прям такой ветер, который въедается прям в твои кости. Это раз. Второе. Почему-то у нас как-то не принято, например, на зебре уступать дорогу пешеходу. Хотя по правилам дорожного движения, это просто он обязан. Но на зебре ты перебегаешь дорогу. Даже вот чисто сейчас столкнулась с этим. То есть, водитель не уступает дорогу пешеходам. Самый главный минус для меня, который я замечаю, наверное, последние полгода. А раньше мне это нравилось. Это то, что здесь очень тесно. В том плане, что очень трудно, например, где-то припарковаться. Дома строят очень близко друг к дружке. Например, ты идешь в какой-то ресторан. Перед этим рестораном нет места, где можно остановить машину, выйти и пойти в ресторан. Даже ладно с машиной. Просто дома строят очень близко друг к другу. Вот и двор, например, очень маленький. Ни одного дерева нету во дворе. Мы вчера с парнем тоже об этом говорили. Как бы было круто, если бы у нас был бы загородный дом или дача. У родителей моего парня тоже нету дачи. И у нас тоже нету дачи. То есть недалеко где-то, а где-то недалеко от Баку. Чтобы можно было на постоянной основе там жить. Когда я жила в частном доме, мне очень хотелось жить в квартире. Но чем больше я живу в квартире, я понимаю, что мне нужно вот это вот пространство. Я хочу выйти во двор. Я хочу попить чай из самовара, например. Не то, что просто ехать, например, как мы едем в деревню, например, на пару дней. А на постоянной основе жить в частном доме. У меня просто такое ощущение, что я старею. Я старею, и мне хочется вот этой вот обыденной жизни. Просто сейчас, например, с января, я ушла со своей основной работы. И меня в городе по большому счету не держит ничего. То есть, если у меня будет интернет, я могу находиться в любой точке. Но я не хочу снимать еще что-то. Я хочу свое. Со всеми удобствами. У нас знакомые, например, купили дачу. Недорого. Мне кажется, даже строить дороже. Мне ничего не держит в городе. У нас элементарно во дворе нету нормальной площадки. Это касается не только чисто нашего здания. Посмотреть вокруг. В одном дворе стоит, например, 5 новостроек 17-этажных. И малюсенький двор, где ты фига машин. И где детям играть, например. Поэтому хотя бы, чтобы, например, 3 месяца находиться на даче. Я не говорю там про бассейн, там супер какой-то дом. Небольшой, простенький. Когда я об этом говорила, мне одна моя подписчица. Спасибо вам огромное, что вы мне помогаете. Она мне кинула страницу в инстаграме одной компании, которая как раз-таки занимается строительством. И, в общем, ты не принимаешь никакого участия. Ты просто платишь деньги, и те строят этот дом. Недорого, вроде красиво. Но, проконсультировавшись с моим брательником, он мне сказал, что обычно такие компании, они строят некачественно. Элементарно, например, проводку, электрику. Они выбирают самые дешевые материалы, чтобы сами хорошенько навариться. Но у них дизайны домов обалденные. Это пока что просто на уровне мечт. Посмотрим, когда что будет. Я не жалею, что я купила квартиру. Мне, например, мой парень сказал, вот зря ты, наверное, квартиру купила. Можно ее продать и построить дом. Нет, я не жалею. Квартира пусть будет. Я хочу и то, и другое. То есть это не значит, что я хочу полностью переехать из города и жить где-то в деревне. Нет. Я купила квартиру. Она подорожала буквально за полгода. Где-то на 20%. Плюс каждый месяц я получаю деньги. Так что это очень выгодно. В последнее время у меня такое состояние, мне хочется перемен. Мне вот весной вот чего-то хочется постоянно. Зимой, например, я забилась в угол. Мне достаточно просто ноутбук рядом, горячий кофе рядом и все. Вот просто сходить в ресторан, куда-то покушать. То ли я отвыкла от этого всего, то ли мне как-то даже неинтересно. Вот мы с подружкой пошли в дорогущий прям ресторан. Я вам даже влог поснимала. Покушали там шашлык. И он мне совершенно не понравился. Шашлык как резина. Мы потратили столько времени на дорогу. Там было шумно и так далее. Ну, в общем, я не знаю. Мне проще, например, сесть дома. Я знаю, что эта доставка очень вкусная. Мне привезут домой. Я сижу, кушаю. Возможно, то, что я говорю, кажется бредом. У меня такое ощущение, что я старею. Я пипец домоседом стала. Одежду заказываю Шейн. Доставка домой до двери. Еда, доставка домой. Я уже не помню, когда последний раз ходила по магазинам и выбирала себе одежду. Очень вкусно. Посмотрите, здесь картошка фри. Курица. Соленые огурчики. Соус чесночный. Причем порция огромная. Вчера, когда с папой разговаривал, папа говорит. Ой, не придумывай. Ой, не выдумывай. Можно сюда нам деньги отправить? То есть папе денежку отправить? Да все можно. Сегодня я в банке прямо уточнила. Они скажут, что нет. Ни одним переводом невозможно в Россию деньги отправить. Куда угодно. Можно, только не в Россию. Я когда папе об этом говорю, он говорит, не выдумывай. Вкуснотища, мой липтон закончился. Я совсем маленькую баночку купила. Сначала хотела уколу взять. Потом решила, нет, возьму липтон. Причем в этих алюминиевых упаковочках липтон стоит дороже, чем в обычных. Я поела, наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.